МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мысль о том, что его внука будут растить вдали от преимуществ большого города, в деревне, как Маугли, казалась отцу Аси оскорбительной. И тут мама Дэна взвелась. И показалось, что папа намекнул о том, что она деревенщина. В то время, как она знает латынь и сама будет внука учить. Но мой папа ни в какую. Он сказал, что в любой момент он подаст объявление и найдет няню с двумя иностранными языками. Однако добрые намерения отца Аси вызвали у мамы Дениса только раздражение. Она в сердцах назвала его кошельком с деньгами. Родственники стали скандалить, забыв о поводе встречи. А я к отцу бросаюсь. Да на плюте вы на свои дурацкие принципы меня пожалеете в конце концов. А он ни в какую. И уже закусил у дела. Ты что, хочешь меня предать? И все наши семейные традиции заодно? Мама Дениса – врач в районной поликлинике подмосковного городка. Папа Аси – бизнесмен. Конфликт между ними начался с первой встречи, а со временем превратился в зловещую пародию на Монтекке и Капулетте. Помню, первый скандал состоялся по поводу нашей свадьбы. Мой отец хотел устроить нам грандиозное торжество и предложил Дену деньги. А его мама запретила брать эти деньги и сказала, что мы всего должны добиваться сами. Ну и мой папа вскипел и говорит, раз вы добились всего сами, то где же ваши деньги? Денис хотел прекратить всякое общение с родителями, но Ася остановила его. Я говорю, Денис, мы сами скоро станем родителями. Зачем ссорить наши семьи? А он отвечает, а чего мы будем ждать, пока они нас угробят? Хитроумная Ася сказала Денису, что знает способ проучить строптивых родителей. На следующий день я звоню отцу. Пап, нам снова нужно встретиться все вместе. А он мне с этой гидрой? Никогда. Ну я ему сказала, что это в последний раз. А он даже не насторожился и расхохотался. Да, давно пора было гнать эту мигеру. Однако родителей Аси и Дениса ждал неприятный сюрприз. Молодые, в экзотических нарядах и немыслимых татуировках сидели рядом с небольшим улыбчивым человеком в ярком хитоне и странном головном уборе. Я поклонилась сначала отцу, потом маме Денисе и сказала, поздравьте нас, мы стали членами организации «Любимцы солнца». А это наш сенсей Рэй, что в переводе обозначает «мылчик». Сенсей сообщил обескураженным родителям молодых, что «Любимцы солнца» готовы дать новым посвященным то, что им необходимо – любовь, понимание и покой. Но Денису и Асе придется отказаться от прежних семейных ус. Теперь «Любимцы солнца», а не родители, станут для них единственной семьей. А я масло в огонь подливаю и говорю, сенсей согласился стать дедушкой нашему малышу. И даже имя ему придумал – «Облачко». Подойдет как мальчику, так и девочке. Так что не волнуйтесь за нас. Молодые церемонно попрощались с бывшей роднёй. Мать Дениса, не выдержав накала противоречивых чувств, заплакала. Отец все пытался схватить меня за руку и увести насильно. Он бедняга думал, что меня одурманили. А я руку выдираю и говорю, я уже взрослая, я не поступлю своими принципами. Мать Дениса предлагала сдать сенсея в полицию. А отец Ася собирался нанять специально обученных людей, чтобы хорошенько проучить лжеучителя. Но по размышлении от этих планов пришлось отказаться. Это могло не только ещё больше отдалить их от детей, но и сделать непримиримыми врагами. Оставался единственный выход. Мне папа позвонил и говорит, доча или кто ты мне теперь, скинь визитку сенсея. Я ему, пап, только без глупостей. Он мне, да ты что, я хочу стать тоже любимцем солнца. Я хочу стать с вами одной семьёй. На новой встрече с сенсеем родители Дениса и Аси сказали, что готовы вступить в организацию на любых условиях. Правда, сначала отец наотрез отказался от татуировок на лице. Ведь он работает с уважаемыми людьми и может потерять клиента. Строптивого родственника одёрнула мать Дениса. В соответствии с их планом, они должны были соглашаться на все условия. Но тут наших родителей ждало новое испытание. Сенсей предупредил, что для людей старше 35-ти нужен вступительный снос. И называют сумму. Прямо баснословно. Членство в организации «Любимцы солнца» было совершенно не по карману врачу из районной поликлиники. Даже в бюджете бизнесмена средней руки, каким был отец Аси, вступительный взнос мог пробить существенную брешь. На маму Дэна было просто жалко смотреть. И куда делась её обычная язвительность? Кинулся к Денису, прощай, говорит, навсегда. Рыдает. Безвыходную ситуацию спас Асин отец. Он подошёл к матери Дэна, которую раньше иначе как это не называл, и предложил внести взнос за неё. Папа решил, что когда речь идёт о родне, торг не уместен. И он сказал, что продаст загородный дом и машину. Мама Дениса кинулась обнимать вновь обретённых детей, сына и невестку. Асин отец с достоинством пожал руку Сэнсею и приготовился записывать банковские реквизиты для перечисления взноса. Тут уж я не выдержала. Призналась, что это был розыгрыш. Обе стороны выдержали испытания по-настоящему и поняли, что важнее родительской любви ничего нет. Сэнсэй рассказал изумлённым родителям, что он преподаватель йоги в школе для будущих матерей. Увидев, как страдает беременная Ася от семейных раздоров, он вызвался помочь ей ради будущего малыша и здорового климата в семье. Ну, я бы не сказала, что мой папочка или мама Дена изменились чудесным образом. Каждый из них остался при своих убеждениях. Просто они поняли, что эти убеждения не обязательно навязывать всем подряд, и родственников можно любить без всяких условностей. Субтитры создавал DimaTorzok